Я рада приветствовать основных участников нашей школы и гостей, и я попытаюсь объяснить, почему тема нашей сегодняшней лекции, вдруг так довольно неожиданно для меня самой, звучит как реформистский иудаизм. Видно сейчас презентацию, да? Скажите мне, что я не вижу. Видно, видно, хорошо видно. Спасибо. Вот, значит, дело в том, что реформистский иудаизм, на мой взгляд, одно из самых таких интересных религиозных течений, вот мы говорили на рамках этой школы на курсе Наташи Душакулы, про подходы к разных религиозных традициях к интернету, к цифровому миру, соответственно, к онлайну, переходу во время пандемии в онлайн, да? Реформисты, на мой взгляд, это самая такая готовая, что ли, к этому группа, которая всегда открыта к призывам современности, и поэтому они одними из первых отреагировали, организовали онлайн-встречи, прошли все праздники, прошли все мероприятия, там, что угодно. И это не смогло помешать этого движения. С другой стороны, история реформистского иудаизма этого именно направления, она как бы, вот вроде бы она лежит на поверхности, да? То есть, если мы, например, ломимся в закрытые двери каких-то замкнутых и ортодоксальных традиций, да, и мы можем не увидеть никогда, что там происходит за этими дверями, потому что мы чужие и нас не пустят в эту замкнутую группу, тоже, конечно, это не совсем так, но, тем не менее, все-таки это не какая-то сложность. Реформистский иудаизм как бы лежит на поверхности, он открыт миру, он, во-первых, он принимает свои ряды неофитов, он миссионерский немножко, да, там, походит геюры реформистские и так далее, и так далее. С другой стороны, он находится немножечко в оппозиции к остальному миру традиционного иудаизма, и очень часто равнистические евреи, которые принадлежат там к Литвам или каким-то другим сообществам, реформистский иудаизм просто не признают, как иудаизм называет это каким-то другим вариантом, сектой, еще какими-то обидными словами, и считают, что они занимают уже занятую нишу, да, то есть как бы иудаизм как бренд занят ими, а реформистский иудаизм это вроде что-то такое совсем другое. Вот, то есть здесь у нас какая-то такая, с одной стороны, очень открытая группа, с другой стороны, находящаяся на периферии всего такого большого движения. И вот меня как этнографа интересуют на самом деле границы вот этой трансформации религиозной нормы, до какой степени можно трансформировать религиозную традицию так, чтобы она осталась религиозной традицией или чтобы она переросла во что-то новое. И вот этот вопрос, он меня как бы интересует очень давно, не только в рамках реформистского иудаизма, но и в целом. И я как раз хочу начать с демонстрации такого рода трансформации религиозной нормы сначала в таком атеистическом сообществе среди советских евреев, которые выросли на территории Бакшичерты Оседлости так или иначе, да, сталкивались с еврейской жизнью постоянно, но при этом к ней не принадлежали к религиозной традиции, которые принадлежали к пионерам и комсомольцам. Их отношение к религии на самом деле тоже показывают такую трансформацию границ. А вот где они считают возможным еврейство и религиозную традицию, где нет, это нам потом пригодится, когда мы будем говорить о реформистском иудаизме. Значит, вот хочу показать несколько моментов. И действительно здесь такие основные важные положения, это то, что во время отсутствия какой-то религиозной жизни такой официальной, нормальной и стандартной, происходит вот что происходит, приватизация религии, то есть религиозные обычаи уходят в домашнюю среду, они как бы становятся частными практиками лично, семейными, но не выносятся вовне. Или происходит такая индивидуальная религиозность, то есть вот здесь мы будем что-то соблюдать, здесь не будем. Или даже избирательные, вот это мне нравится, здесь я буду, вот это мне не нравится, здесь я ухожу. Вот, и еще одно, это изобретение традиции. Вот когда происходит рождение чего-то нового, что, как мы с этим будем общаться, как мы будем это изучать, будет ли это еще иудаизм, будет ли это народный иудаизм, будет ли это реформистский иудаизм. То есть вот как к этому относиться как исследователю, мне кажется, очень важно, и вот где проходят эти границы нормы, нам нужно как-то попробовать себе объяснить. Значит, вот для моих любимых цитаты из черновицких наших экспедиций и кишиневских. Первая женщина рассказывает о хасидах, приехавших из Израиля вместе с хаббатским раввином, который много лет уже живет в Черновцах, уже больше 10 лет, даже больше. И, значит, изначально их традиции казались евреям-черновцов странными. У них были дикие странности. То можно, то нельзя. Купили себе сковородку, разрешали мыть их чашки. То есть их повседневное поведение, которое, в общем-то, ограничивается кашрутом и законами иудаизма, галахическими, нормами обычными, воспринимается советским евреями как некоторая странность. Или еще прекрасно. У нас один дедушка был из Коэна, с колен священников. Он был похоронен в саванне. А второй сказал, оденьте меня по-человечески в костюм. То есть Коэны – это не по-человечески. По-человечески – это нормально, они не так вот, как выделяясь, не выпячивая еврейскость. Это очень тоже характерно для советского еврейства, быть тихо-тихо, чтобы никто не догадался. Значит, сейчас я попробую пролеснуть. Еще одно тоже интересное наблюдение. Советские евреи называют религиозную традицию фанатизмом. Это прям распространенный термин. Мы не фанатики. Мы никогда таким фанатизмом не занимались. Мы ходили в синагогу, но мы не фанатики. И вот, что особенно возмущает, значит, наших информантов, что посылки нельзя получить из еврейской религиозной организации в субботу. Это фанатизм какой-то, я считаю, потому что раньше это не соблюдалось, потому что нельзя было соблюдать. Здесь вот вся эта идея соблюдения и несоблюдения раньше и позже, она меняется. Раньше это не когда иудаизм был повседневностью, когда иудаизм скрывался. Вот тогда это не соблюдалось, поэтому, значит, сейчас мы тоже так соблюдаем. Ну и дальше традиционное такое отношение к евреям, религиозным евреям, ультра-ортодоксальным евреям Израиля, что это уж совсем фанатизм. Зажигать спичку газовой плитой нельзя, лампочку электрическую зажигать нельзя, и вообще камнями закидывает машину. В общем, это фанатик. Основной свод законов, который, собственно, делает иудаизм и иудаизм, это Шульхан Арух. Это такой кодекс основной поведенческий, где написаны все случаи и возможности, как и что можно сделать. Не так давно краткий Шульхан Арух был переведен в 90-е годы, и стали его рассылать в разные еврейские общины. Вот мы наблюдали, как его читают евреи Хатина в Черновицкой области. Я боюсь, что сейчас этой общины уже там нету. Но вот мы записывали это в 2006 году. Они читали этот Китсур Шульхан Арух и смеялись. То есть для них это все было невозможно смешно. Они читали, что двум евреям знакомы между собой, даже если они не дружат, запрещено сидеть за одним столом, если один не смешной, другой молочный. Нельзя сидеть за одним столом, смеются. Нельзя растирать плевок на полу ногой, но можно наступить на него не растирай. Все смеются. То есть это был самый такой лучший комикс в этой синагоге. При том, что там сидели евреи, которые прошли лагеря, которые прошли очень много всяких жизней и страдали за свое еврейство очень и очень сильно. Для них это было важно. Они приходили молиться в синагогу. Они молились там по разным поводам. Читали Сидур, читали псалмы. Но Кицур Шульханарух, главный свод законов для них, оказывался чем-то запредельным. И это очень любопытно и интересно. Ну и вот такой избирательный иудаизм, когда человек рассказывает, что я зажигаю свечки на пятницу, потому что мне приятен этот обычай. Я получаю это удовольствие. То есть это не потому, что такая заповедь, а вот потому, что это такое удовольствие. Там еще дальше, например, есть макия, есть вот эти припомбасики. И это все душевно. То есть это живой огонь. Но при этом это день смерти родителей, как принято, собственно, в традиционном иудаизме, упоминать родственников. То есть вот просто это такие примеры, которые говорят нам о том, что еще до знакомства с реформистками мы можем уже узнать, что просто в рамках такого маргинального соблюдения, несоблюдения, считает ли себя человек частью еврейской традиции или нет, не очень понятно, потому что мы со всеми этими людьми в экспедициях познакомились через еврейские организации, нам их представляли как соблюдающих евреев. То есть нам представляли их как евреев, которые там что-то помнят, знают и могут нам рассказать. Вот при этом выяснялось, что с соблюдением у них такие очень сложные отношения. Вот они что-то для себя выбирают, что-то берут, а что-то не берут. То же самое происходит в Америке. Например, значит, с американскими евреями это очень хорошо и подробно исследовано. Вот если там, например, была графика через Белиттенов, где он пишет, он называет это народной религиозностью американских евреев. Связано это с тем, что они что-то берут из еврейской традиции, а что-то, что им неудобно. Вот как бы им неудобно жить в той социальной интеграции, где они не могут есть всю еду, которую им предлагают, соблюдать субботу, потому что субботу какие-то мероприятия среди их друзей. Они все это отбрасывают. Но вот есть там в Седерпесах обряды перехода, там обрезание обязательно, там конфирмация в Армитцево. Йом-Кипур вот это вот продолжает оставаться связующим звеном еврейских семей. То есть американское еврейство в целом, да, ну как бы сложно сказать, там, конечно, тоже много всяких направлений, но в целом мы видим, что люди целыми общинами откладывают, отбрасывают какие-то фрагменты еврейской обязательной традиции и соблюдают что-то другое. Вот выбирают что-то и продолжают соблюдать. И такой же вот процесс приватизации религии, доместикации, да, одомашнивания тоже заметил такая замечательная исследователь Сьюзан Серетт, которая изучала еврейских женщин в Иерусалиме сефардских еврейских женщин, довольно подробно. И вот у нее есть такая очень любопытная тоже статья про то, что соблюдается дома, а что считается неважным и ненужным. То есть вот такие как бы движения за либерализацию, за реформизм, за обновление существующей традиции, они как бы происходят постоянно. С реформизмом очень интересно, с реформистским иудаизмом, что это появилось довольно давно и довольно хорошо изучено. То есть реформизм появляется в конце последней четверти XVIII века. И главное место это Германия, это центральная Европа, Голландия чуть позже, Лондон. То есть это вот такие города, где евреям живется неплохо. Они эмансипированы, в смысле они вполне себе включены в жизнь окружающих. Да, у них есть права и обязанности, не везде, не всегда, но с какого-то момента уже начинается. В иудаизме того времени проходит очень активно движение за просвещение, гаскалу, рационализм. Да, и это движение, конечно, оказывает большое влияние на реформистский иудаизм. И реформистский иудаизм с самого начала себя позиционирует в такое движение за гибкость, открытость к переменам, да, возможность что-то изменить. Ну, в иудаизме это первое такое вот прямо уж радикальное обновление, хотя были попытки разные. И хасидизм был своего рода такой революцией традиционного иудаизма. И были разные там попытки каббалистические, саватианские и так далее, и так далее. То есть, ну, прямо какие-то были такие более широкие тоже варианты расхождения с классической традицией, но только реформист пошел так глубоко, настолько резко опровергнут в какие-то основные базовые вещи, и поэтому, собственно, возникло такое резкое противостояние сразу. С реформистским иудаизмом было очень много отлучений взаимных. Традиционные общины отлучали реформистов от синагоги, те строили свою синагогу, запрещали хранить на еврейских кладбищах, те открывали свои еврейские кладбища, ну и так далее, так далее. То есть, это была такая длинная традиция. Ну, сейчас вот как бы мы будем дальше говорить. Основные такие моменты, которые внесла теология реформистская в иудаизм, это в целом идея, что мы находимся в момент создания традиции, что мы живем здесь и сейчас, и что религия не должна костенить, и что мы можем приспосабливать ее к современности. В соответствии только времени они позвали эту идею. Можно менять форму, оставляя основное содержание. В некоторых случаях можно менять и содержание. Это способ остаться евреем, приспосабливаться к преобладающим социальным обычаям. Уходят сразу в реформистской традиции и вообще в традиции евреев центральной Европы. Уходит такая вот приверженность еврейской традиционной одежде. И сразу становятся похожи на всех окружающих. Они ходят в европейском платье, у них нормальные обычные стрижки, они бреют бороду и так далее, и так далее. Носят модные шапочки и шарфы вместо талисов и гипот. И выглядят, в общем, вполне себе европейцами. Они стремятся внести современную эстетику в религиозную практику. Тут тоже ужасно интересно, потому что они говорят, что мы должны привлекать евреев, которые ассимилируются, уходят от еврейства и сейчас вообще вот они уйдут в христианство. Да, им выгоднее, удобнее креститься и занять какие-то важные должности, с кем-то там общаться, браки смешанные и все такое. А вот мы должны их чем-то удержать, но чем? Вот старая традиционная культура для этого не годится, она перестала быть привлекательной, она их не впечатляет. Мы должны внести современную эстетику, то есть религиозная традиция должна быть красивой. И строятся очень красивые здания, темпли, такие храмы, в которых мозаики, росписи, красивые украшения, есть хор в синагоге, есть музыкальные инструменты, современная архитектура зданий и так далее, и так далее. Это все должно сделать иудаизм более привлекательным, то есть они еще направлены на светских евреев, которые все больше и больше уходят из иудаизма. Это попытка сохранить своих, но как бы привлечь их к чем-то новым. Для реформистского иудаизма принципиально важно, что это все еще иудаизм. То есть они себя считают как еврейскую традицию воспринимают, хотя они очень многое отвергают. Окружающая еврейская традиция воспринимает их как уход, как переход в христианство, как переход к органам, церквям и прочему вот такому внешнему проявлению религиозной традиции, поэтому такое резкое противопостояние. Да, литургия сопровождается органом или гитарой, то есть вот какими-то такими современными, к тому моменту, музыкальными инструментами. Самый важный момент тоже, как у любого реформаторского движения, течения, с этого начиналась реформаторская традиция у лютера, с этого начинается очень многие движения в разных других церквях, перевод литургии на разговорный язык, перевод литургических текстов на понятный язык. И первым таким переводом оказался перевод Репети, книжа Мозеса Медельсона, который сам не был реформистом, он, собственно, крайне отрицательно относится к переменам практики. Делали так наши предки, неважно уже почему, но мы и как дальше будем. Но при этом он говорил, что можно какими-то вещами пожертвовать, что-то там устарело, что-то можно пренебречь, и он перевел немецкий язык еврейскими буквами. Таким образом он как бы познакомил евреев, которые, если и знали идиш, то как некоторую форму, вариацию немецкого, теперь они познакомились с немецким, и дальше им было легче учить немецкий. Еще одно такое принципиальное отличие репети, еврейского евдоизма традиционного – это отмена представлений о приходе Машеха, об ожидании мессианских времен, и то, что когда-нибудь отстроится Иерусалимский храм, то есть такого духовного сионизма. Евреи, реформисты говорили, что мы живем здесь и сейчас, мы вот все и есть те самые избранные люди, нет никакого особенного такого узконационального смысла в этом, и мы все вот живем в момент решающий, и, соответственно, вот мы должны вести себя так, как будто храм уже есть. Вот, например, наша синагога будет называться храмом, темплей, да, и это не важно, что она не в Иерусалиме, в том месте, где должен был быть храм, вот у нас будет храм здесь. Это тоже, конечно, вызвало резкую антипатию у всех остальных приверженцев традиции. Ну вот, эстетическая красота, да, это вот одежда, талис повязан как такой изящный шарфик, вместо кипри – такая камперская шапочка. Реформистские темпли – это темпль в Вене, это темпль в Черновцах, как до сих пор стоит в Черновцах, как кинотеатр. Октябрь, вот, значит, это такое очень красивое здание, псевдоготик, в таком мавританском стиле и так далее. Это сильно отличается от такой синагоги, традиционной, как мы привыкли, хотя и традиционные синагоги, конечно, бывают очень красивые и очень интересно сделаны, но здесь это вот такое здание, которое не стесняется себя, которое высокое, которое занимает важное место в архитектуре города, и вот во всех этих европейских городах, центральных европейских городах, есть такие синагогицы-темпли. Ну вот, известная синагога в Праге, Иерусалимская синагога, так называемая в мавританском стиле, это уже как бы позже, это начало XX века, но тоже вот вы видите, что здесь вроде как синагога с росписями и надписями, но в ней есть орган, то есть вот как бы непривычный антураж для синагоги, вот в реформистских синагогах это появляется, и они действительно такие шикарные, очень красивые, впечатляющие и очень интересные. Ну, немножечко к историческим таким вехам надо вернуться. первый такой вот прямо идеолог реформизма, это Шаула Шер, который пишет книгу «Левиафан» о религии в отношении к еврейству на немецком языке, пишет ее в Берлине в 1792 году, вот как раз так вот конец XVIII века. Он разрешает очень многие обычаи, которые запрещали, запрещают талмут и эронистические утаины. Он разрешает есть какие-то йод, это вот то, что мы говорили про Пасху, про пасхальные обычаи, да, помните, когда на песах нельзя есть не только хвастное, не только хамец, не только продукты поражения зерновых, но и бобовые, и там рис, да, и так далее, овес и разные другие вещи, потому что в средние века носили такие мешки, в которых могли пересыпаться там зерна с овсом, да. Вот разрешая такое историческое противоречие, реформизмский мыслитель говорит, что все это можно. Кататься на лошади в субботу, вообще есть запрет подмундический уже кататься на лошади в субботу, в Библии не сказано ничего ни про лошадь, ни про субботу, вообще как бы подробные описания запретов, это там не так касающиеся субботы, не так четко прописано, это все уже более поздняя раввинистическая традиция, Мишна и Гемара, которые рассуждают, какие именно виды, 39 видов работ, должны быть запрещены в субботу, потому что они делают в храме, и как они связаны, там, если их сейчас делать нельзя, то можно сделать что-то похожее, там, убить комара, это охота, там, или что-то такое, в общем, очень много запретов, наоборот, расширяется, реформистский иудаизм пытается свести к минимуму эти запреты, и снимает их потихонечку. Есть знаменитый запрет есть сыр и вино нееврейского происхождения, из-за опасения, что они могут быть принесены в жертву, ну, например, вино может быть использовано в христианской библии, и тогда его евреи нельзя есть, вот тоже реформистский иудаизм снимает этот запрет. И сразу, как только пытается новое течение каким-то образом выдать плавные кирпичики, которые находятся внутри соблюдения традиции, вот этот самый дом традиционного еврества шатается, и становится интересно, развалится он совсем или, наоборот, стоит. Здесь реформизм показывает, что можно вынуть много кирпичей, а дом все равно стоит. Где эти кирпичи качаются и все падает, это крайне интересно. Первая реформа литургии, тоже очень важный момент, в 1796 году в Амстердаме вообще неодат и шоу, из молитвенника были изъяты части пиютов, то есть гимнов о Иерусалиме, о Машехе, о приходе Руси, то есть таких дополнительных текстов, которые как-то не являются прям самым-самым главной частью пиюта, но являются плитиками, и которые составляют часть богослужения. Вдруг, значит, руководство этой общины решило вынуть их из молитвенника, плюс были убраны все упоминания жертвоприношений библейских, потому что считалось, что это несовременно и уже как бы не важно. Вот, и была введена проповедь на разговорном языке, в данном случае на голландском, да, то есть как бы читался текст на иврите, но проповедь была на голландском. Тоже такой яркий момент на каком языке проповедь, читать ли ее на непонятной, например, латыни или читать ее на народном языке, да, тоже вот там фатолической традиции большой, большая дискуссия всегда идет на эту тему, еврейской в том числе, ну, как бы обычно, конечно, побеждает разговорный язык, и мы видим и в древности такие примеры, когда на арамейский переводили библейские тексты торгумы, да, чтобы слушатели там пятого века уже могли понимать, что происходит на разговорном языке, а не на древнем языке библии, который мы все понимали. Ну, и такой вот основатель, главный идеолог реформистского иудаизма это Израиль Якобсон, который основал в городе Брауншвейк в 1801 году школу для бедных еврейских детей, где там начал их учить реформистского иудаизма, в смысле он их учил светским предметам и религии, а религии учил их вот в своем понимании, там была синагогальная служба на немецком языке, были переведены гимны, псалмы и так далее, и вот он как бы с этого момента началось распространение реформистского иудаизма. При нем был построен первый храм, и потом эти храмы стали появляться, темпли много где, знаменитый был темпль в Гамбурге, его долго там были споры, но вот видите, он вообще очень похож на католический собор, да, у него есть роза, видимо гендавида, у него вот здесь скрижали завета, вот, и в целом это высокое, величественное, красивое здание, вот, в том же, в 1819 году, в том же Гамбурге, где решили строить этот храм, из молитвенника вычеркнули все упоминания о Мессии, об избранности еврейского народа и возвращении в Сион, да, то есть вот такие важные качества для еврейской традиции, важные моменты были вычеркнуты, потому что как бы казалось, что это устарело, не нужно, и теперь мы меняем историю сами, нам вот здесь нравится, здесь не нравится. И, вот, любопытно, что это, ну, такой вызов традиции, он проходит испытания со временем, и не всегда даже сами реформисты выдерживают такое отношение, то есть реформистам выйдет еще очень много впоследствии будет таких движений за устражение и, наоборот, за ослабление каких-то традиционных моментов. все это очень интересно пересекается. Еще один такой важный персонаж в истории реформизма — это Авраам Гайгер, или Гейгер, который был раввином в Висбадене, а потом прислал. он основатель Равинского колледжа сейчас, до сих пор есть такой его колледж, Гайгер колледж в Подсдаме, под Берлином, и это, действительно, такой ключевой человек, фигура для идеологов реформистского иудаизма. Он говорил следующее. Иудаизм может занять более высокое положение в мире при одном условии, чтобы он сам возродился. То есть мы видим здесь снова такую идею желания привлечь к иудаизму как можно больше отошедших от него евреев, сделать его привлекательным, да, и занять более высокое положение в мире, где иудаизм находится как бы на таких сложных позициях. Ну, Гайгер живет в самой середине XIX века, да, и, так вот, кажется, что иудаизм должен развиваться и больше, и больше. Он делает удивительные вещи, он созывает конференции. То есть, действительно, раввины реформисты, они начинают все больше и больше приближаться к светскому образованию, к светским научным академическим студиям, к еврейских текстам, молитвенникам и так далее. И не случайно вот сейчас в любом реформистском движении обязательно для раввины иметь ученую степень какого-то университета. Это такой важный такой момент, который с Еврамом Гайгером начинается, это высшее образование, это такая вот приоритет просвещения, приоритет рационализма над простым, там, ну, обычным штудированием магических каких-то текстов и только, да, а более широкий такой кругозор. И вот он публикует журнал, да, он как бы неожиданно, да, для еврейских деятелей, вот он проповедует через журнал по еврейской теологии, он созывает конференции, раввинские конференции, было несколько за это время, и там он на конференциях как бы обсуждает вопросы, как нам обустроить литургию, как нам перестроить то, что происходит в реформистском моноизме, и это было очень-очень интересно. Вот видите здесь, у нас из музея истории евреев России есть фотографии деятелей еврейского просвещения в Германии, вот они уже в светских костюмах, вот они там в костюмах, бабочках таких коротких бородков, или если они в религиозной одежде, то у них такие шарфики талисы, как красивые модные шарфи на плечах, да, то есть они совершенно по-другому выглядят, чем если бы это был сбор евреев хасидских общин или меснагетских общин, то есть они поступили по-другому, и это важный момент эстетически. В 1939 году Гайгер был приглашен на пост раввина Преслау, сейчас это просто не больше, и с ним стали бурно спорить, раввины, которые были там, значит, запрещали его, его общину, служение, запрещали молитвенник. В 1941 году вышло еще одно из зданий, обновленное гамбургского того молитвенника, где уже были изменения в ритургии, и, значит, они были еще более, значит, они вроде были немножко умереннее, но тем не менее они продолжались и их резко-резко критиковали, на них накладывали херем. Херем – это самое страшное, что может случиться в еврейской общине, когда одни члены накладывают это учение на других, это то, чем пугают демонологических персонажей, например, в разных легендах. где бог очень боится, если у него наложат учение, потому что он не сможет вообще жить, существовать вне общины. Это очень страшно всегда и очень опасно, человеку трудно выжить вне общины даже в 19 веке. Но вот уже реформисты как-то справились и совершенно не волновал их этот херем традиционалистов. Он защищает молитвенник, он упрекает издателей в недостаточной решительности, и он говорит, что нужно убрать из литургии все места, где выражается надежда на национальное возрождение. И вообще все, что носит национальный, а не общечеловеческий характер. Он вдруг говорит, что иудаизм не связан с евреями только, а он общечеловеческий – это такая важная ценность. Мы видим, что он действительно направлен первое время на такой вот прозелитизм общий, на открытые границы вообще для всех. При том, что традиционный иудаизм, он в общем очень ограничен именно евреями, евреями по Галахе, евреями по маме, которые должны подтверждать свое еврество и так далее. Вот здесь такое первое открытие этих границ для всех желающих и привлекательность этой традиции. Движущей идеей всех этих изменений было убеждение, что люди могут изменять иудаизм в соответствии со своими нуждами. Вот эта идея, что мы меняем. Вот нам не нравится – тут мы его убираем, вот здесь нам нравится – мы его сохраняем. Вот та же самая индивидуализация религии, попытка что-то взять, что-то избирательно отменить. Иудаизм все время изменялся, говорит Гайгер, чтобы соответствовать новым условиям. Так, например, родиной эпохи Талмуд и спасабливали ветхозаретный иудаизм времен, ну, времен, понятно, Моисея, Эзры и коров. Да, то есть как бы Гайгер говорит буквально следующее, что мы застыли, мы застыли в какой-то консервативной и очень странной форме, хотя это была живая дискуссия. Талмуд был предкрасен, потому что это было обсуждение чего-то, что они считали нужным, они могли быть правы или не правы, но они это обсуждали. Последующие традиции религиозные закрыли всю эту дискуссию, как святую, канонизировали ее, да, и дальше выполняли все, что там написано, уже нераздуманное. Он предлагает вернуться к такому вот талмудическому, что ли, времени, когда можно что-то менять, о чем-то обсуждать, соответствовать и думать. В 1942 году во Франкфурте на Майне это все расширяется и расширяется, постепенно начинаются появляться общины во всех центрах Центральной Борисы, в Дании, в Капитаге, Небрукемпеле, в Будапеште, в Вене, в Лейпциге, во Франкфурте на Майне, в Лондоне. Мы признаем за религией Моисея возможность бесконечного дальнейшего развития. Это прекрасно, да, то есть они считают, что религия должна развиваться и ни в коем случае не застывать. Мы знаем для любого историка религии какие-то две постоянных таких, ну что ли, меры весов в любом срезе религиозного сознания, да. Есть люди, сильно-сильно зацикливающиеся на соблюдении форм, да. Ну, даже вот там, среди стареобрядцев, о которой говорила сейчас Наташа, да, есть очень закрытые сообщества, есть очень открытые сообщества, хотя, казалось бы, они хотят сохранить именно букву обряда, как это было, да. И есть реформисты, есть протестанты, есть люди, которые готовы там танцевать афроамериканские танцы во время литургии и так далее, и так далее, да, и максимально где-то изменять традицию, потому что вот сейчас вот то же самое происходит с реформизмом, реформизмом заказывается на такой самой либеральной чаши весов в иудаизме. Талмуд не имеет для нас никакого авторитета, ни дидматической, ни с практической точки зрения, да, говорят реформистские раввины в 1842 году. Мессии, который бы вернул евреев в Палестину, мы не ждем и не желаем, мы не признаем никакого другого Отечества, кроме того, которому мы принадлежим по рождению и по гражданству. Это смена, яркая смена очень важной такой сионистской идеи, да, которая во всех молитвенниках на протяжении многих столетий евреями диаспоры говорила, что в будущем году в Иерусалиме, да, вот как бы за желание оказаться именно в своей стране, да, вдруг реформисты во Франкфурт-Динамане говорят, нет, мы принадлежим по рождению тому Отечеству, которое у нас есть и ничего нам больше не надо, мы не хотим никакого Иерусалима, нам и здесь неплохо, да, мы не хотим никакого Мессии, не желаем. Вот, тоже такая, казалось бы, радикальная идея, радикальная настолько, что, опять же, очень многие традиционные евреи отказались признавать их за иудаизм, да, то есть как бы это вот уже то, что лишает, что же можно такого выпечить, какие кирпичи можно выпечить из здания иудаизма, чтобы оно не обрушилось, да, это вот один из тех предпочек, который может обрушить всю систему. В середине девятнадцатого века, вот примерно с этого времени и дальше, на всех раввинских конгрессах, съездах, конференциях, в журналах продолжали обсуждаться основные темы, споры, нужны или не нужны обрезания. Тут же возник вопрос, что это варварская традиция, что много детей умирает от антисанитарных условий там и так далее, что это вообще нужно запретить, как древний бессмысленный обычай. Что отменили? Отменили священство, вот эту идею, что у евреев есть коины, левиты и весь остальной Израиль, помните, мы говорили такие присословия в иудаизме, отменяется это полностью реформистами, потому что все равны, нечего тут, значит, какие-то там привилегии сословные, все, вот как бы, нету священства и все евреи достаточно хороши. Богослужение устраивается не по субботам, а по воскресеньям. Еще интересно, да, то есть как бы, вдруг, ну, центральная Европа в 19 веке евреи столкнулись с тем, что есть только один выходной день у окружающих, это воскресенье, и, соответственно, если они работают воскресенье и не работают субботы, то это невыгодно. И вот таким образом, значит, они решили переместить, потому что в Библии же сказано один день, ну, в общем, неважно какой, говорят один. Статус женщин очень сильно подвергся переосмыслению, и вот, видите, там женщина равен, это замечательная такая простая ситуация как бы для реформистского иудаизма, немыслимая для иудаизма традиционного. Так или иначе, к этому начали приходить уже консерваторы в Америке, но сейчас американские евреистики, на самом деле, практически раз мы проверили. Но, тем не менее, что с самого начала реформисты настаивали, что нет вот этой бухгалереи женской и мужской, что женщины и мужчины могут молиться вместе, что женщина может учиться, еврейской традицией может быть равен, может вести службу и так далее, и так далее. Очень часто касалось это все отмены кашрута, вернее, строгих норм кашрута, которые возникли в коммунической традиции. Помните, в Библии сказано, «Не бари козлянку в молоке матери». В коммунической традиции из этого делается очень много, значит, упущений, оград, предположений, почему именно и как нельзя смешивать мясное и молочное, в том числе курицу и молочное, да, и много-много других запретов, которые выводятся из этого правила библейского с помощью многих-многих ухищрений коммунических, ну и таких логических конструкций. Вот реформисты, как бы, обрубают всю эту логическую систему, логическую конструкцию и оказываются в таком отрицании всех излишеств, всех сложностей, всех трудностей кашрута, сохраняя какие-то базовые принципы, там, не едят свинину, не едят откровенно мясного и молочного, появляется такое вот, то, что в Америке называется кошер-стайл, да, там, как бы кошер, не связываясь с правильным ритуальным забоем скота, с умачиванием мяса и так далее, так далее, что самые прекрасные раввины реформистские покушаются на понятие смешанного брака, расширяя понятие празелитизма, довольно широко, да, и не особенно протестуя против браков евреев с ней. Ну, вот это тоже одна из таких раввинских конференций, они тут прекрасно выглядят, все-таки замечательные. Вот тоже продолжающийся весь XIX век, вплоть до начала XX века, были важные такие, нужные дискуссии, они велись и в Центральной Европе, и в Соединенных Штатах, где тоже появляются общины, где строятся темпли, очень красиво в Нью-Йорке есть темпли, «Иммануэль» он называется, есть Бетиллахим в Чарстане, и так далее, и так далее. В России тоже не заглохло это движение, появляются в Одессе темпли, потом вот мы видели еще там по краям империи тоже появляются темпли, появляются реформистские общины, «Иммануэль» такой известный просветитель, да, и человек в Москве пишет, что Талмуд всецело проникло в духу при фоне, его старцы всегда считались с изменяющимися условиями, но действительно, да, Талмуд складывается, Мишна и Талмуд сталкиваются с тем, что многие библейские заповеди, возможно, выкинь, да, там сказано, принести жертву в храме, нет храма. Они говорят, что вместо жертвы в храме можно приносить молитву, и складывается, собственно, система Сидура. Есть там вероятность законов, которые соблюдаются только в земле Израиля, и их отменяют на всей дальнейшей территории. То есть Талмуд действительно складывался с изменяющимися условиями, и тогда это был дух реформа, но он был заброшен, жизненные пути были заброшены, и поэтому, значит, Леон Блюм надеялся каким-то образом реформировать вот как раз тот самый Шульхан Арух, который стал слишком обременительным при современных условиях. его становится тяжело исполнять, обременительно. Помните, как вот бабушка говорила, там, странности у него в городе, Это обременительно, это странно, это тяжело, и вот мы не хотим выделяться, мы не хотим выглядеть странно, мы хотим быть нормальными, обычными, по-человечески, да? И, как бы, реформистский удаизм как раз придает возможность этому. На сегодняшний день в мире реформисты занимают, ну, не то чтобы уж прям такую очень важную, выдающуюся роль, хотя в 19-м, ну, 20-м веке, 60-е, 80-е годы реформистский удаизм в Америке приобрел просто колоссальные черты, там было около миллиона семисот последователей реформизма в разных его вариантах и так далее. Но мы будем говорить с вами о русскоязычном реформистском движении, потому что, я так подозреваю, что наше задание на школе, да, вот в рамках этого семинара делать все-таки исследование онлайн этих технологий и методы, которые они пользуются. Значит, чем, ну, главная такая организация это Всемирный Союз Прогрессивного Иудаизма, они себя называют не реформистами, а прогрессивным иудаизмом, потому что, как бы, они ничего не меняют, они просто прогрессивно относятся к иудаизму, да, это вот такой важный момент, и, действительно, в России эти общины называются прогрессивными. Видите, здесь скобочка, здесь прогрессивные, здесь прогрессивные, прямо вот сколько это слово, это действительно стало таким важным моментом. Возникает это в Лондоне в 20-х годах, потом в США и потом в Иерусалиме, до сих пор очень важное значение, он организовывает там летние лагеря, постоянные какие-то мероприятия для школьников и для студентов, он мобилизует, как бы, своих членов активно в общении, поддерживает этот союз и, в общем, действительно стремится к распространению реформистского иудаизма. В России есть, ну, движение прогрессивного иудаизма, это понятно, оно русскоязычное. Главный такой центр в Москве, это сайт московского, не сайта, а вообще группа, Ледор Вадор, община из поколения, московский центр прогрессивного иудаизма, он просто заменяет наиболее знакомая группа реформистов, потому что на протяжении уже больше 10 лет, у них есть совместная программа с нашим центром иудовистики иудаики в РДГУ. Их институт современного иудаизма ссылает к нам студентов, будущих реформистских равинов, лидеров общины и так далее, чтобы они получили у нас высшее образование у иудаики и вообще высшее образование в РДГУ, чтобы потом вот иметь возможность закончить его в Гайгер-колледже в Берлине и потом быть реформистскими равинами уже дальше. Это действительно вот идея Гайгера, что равины должны быть образованы, иметь академическую степень, хотя бы первую-вторую, и вот это такой очень важный принцип, который поддерживается до сих пор прогрессивным иудаизмом, и студентов отправляют его учиться. Есть еще один Санкт-Петербургский центр прогрессивного иудаизма, Шар и Шалон, это небольшой филиал, и есть два очень важных значимых центра в Киеве и в Минске, и у них у всех очень активная политика в социальных сетях, они активно представлены, есть их сайты, есть их форумы, есть страницы в Фейсбуке и ВКонтакте, их лидеры ведут большую-большую такую тоже просветительную деятельность, и мне кажется, именно поэтому довольно легко и интересно будет посмотреть, что в онлайн реакциях на пандемию появилось в реформистском иудаизме. Ну, как бы они были первыми, они были, ну не первыми, но довольно рано, они стали публиковать свои субботние службы онлайн, и это такое вот как бы для традиционного иудаизма это попытка заглянуть за шторенную дверь. Вот Наташа говорит, что в старообрядческую церковь чужак не может войти дальше, чем только в начале, в самом, да, а трансляция показывает что-то из глубины, то же самое там православная традиция, да, трансляция из дворя показывает то, что обычные прихожане никогда внутри, оффлайн в церкви не увидят. Реформисты сделали то, что не делают традиционные общины, традиционные общины могут показать каббалат-шаббат-встречу с начала субботы, да, это еще время, когда только начинается суббота, и еще она не началась. Как только суббота началась, нельзя пользоваться никакой техникой, нельзя снимать, нельзя фотографировать, нельзя ничего нарушать, да, и таким образом мы не знаем, что там за этими границами, если мы там не находимся оффлайн. Реформистский иудаизм сразу отметает вот эту вот проблему святости субботы, да, суббота святая, но ее встречают летуги, ее встречают и провожают все как положено, но ее можно смотреть, это можно транслировать, и они первыми начинают делать, значит, такой общий шаббат, значит, просят включить камеру обязательно, да, просят приготовить коширную якуру, такую символическую, халы, вино, сок, да, и как бы подумать, что дает это время, какая-то возможность объединиться тем, кто не мог бы объединиться вместе. Шаббат Оламей, мировой шаббат, всемирный шаббат, да, это попытка такая заключить всех, кто в разных странах вместе. То же самое на Песах, да, вот смотрите, мы далеко, а вы близко, да, вот эта возможность онлайн-трансляции, да, невероятный Седер Песах, мы все будем онлайн, да, онлайн не согласились быть большинством партитоксальных общин, не согласились транслировать Седеры более умеренные религиозные люди, и только там вот на грани умеренно религиозных и светских, да, это была практикой популярной вне реформистских движений, а реформизм это было прямо, само собой разумеющееся. Они прямо сразу расписали службы, да, вот эта минская традиция бейтсимха, тогда будет Седер Песах, то, что уже нельзя снимать, да, вот еще где Катхамед Семенху, чем можно снимать, это не праздник, вот начиная с Седера, Шахарита на Песах, Шабата, молодежного Седера и так далее, у них все было онлайн со ссылками на зон-трансляцию и так далее, то есть это вполне себе такой подготовленный был момент для этой общины, да, и это действительно интересно, потому что многие прямо на ходу соображали там, если они готовы были сделать или не сделать, там объявления появлялись буквально за день, за два, здесь мы видим, что это заранее спланированная вполне такая будничная штатная ситуация для реформистского евлоизма, да, когда он легко переходит онлайн, да, это, конечно, онлайн меньше всяких возможностей для общения, но тем не менее, раз такая возможность современная есть, это ответ на религиозные традиции. еще одна очень интересная традиция, мы говорили вот с вами Шевуот в прошлый раз, я забыла, одну очень интересную особенность Шевуота, в ночь, хасидской, популистической традиции, скажем так, принято ночь Шевуота проводить в изучении Торы, вот, Тора была дарована в Шевуот, и чтобы как бы исправить мир, чтобы приблизить снова дарование Торы, или вот как бы оправдать это дарование, чтобы сделать мир достойным Торы, религиозные евреи собирались в ночь праздника, вот с вечера, когда он начинается всю ночь до утра, не спали и изучали Торы. Значит, в ультра ортодоксальных, ортодоксальных общинах этот обычай не смогли справить или сделали его немножечко иначе, например, есть общины среди своих в Москве, да, они сделали на день раньше такую очень интересную онлайн-трансляцию изучение, посвященное Шевуоту, исправлению Шевуота, Тикун Лейл Хевуот, Шевуот это называется, и там было 300 спикеров, которые всю ночь, значит, говорили, но это было бы сам Шевуот, да, это не было с 28 на 29 мая, как положено по религиозной традиции, это было раньше, потому что именно чтобы не нарушать собственно религиозные обычаи, да, реформисты сделали все как положено, сделали все в нужный день, причем это была такая тоже универсальная традиция, вот это, значит, прогрессивные общины, самые прогрессивные общины раввинов в Америке, а это российские евреи из этого вот конгресса, вот тоже, значит, у них был увлекательный вечер, викторина, квизы и так далее, все это вот в ту самую ночь Шевуота, когда принято изучать Туру и как-то посвящать время, значит, вот этой вот части. Я остановлю демонстрацию, там я видела, были вопросы, да, сейчас я посмотрю. В Белграде это темпль, больше того, хоральные синагоги вот в Петербурге и в Москве тоже, вероятно, изначально, как я говорила, изменили ориентацию. Шарфики похожи на то, что носят католические православные, протестантские священники, совершенно верно, да, они именно хотели быть похожими на окружающих. Они звали их в гости, они хотели, чтобы к ним все, что они открыты, что они приглашают всех к себе, что они такие же, как они, что их как бы не страшно. У них действительно была такая задача открыть максимально закрытые традиции. При этом вот любопытно, что они сами отошли очень во многом от своих первоначальных радикальных требований. То есть, ну да, у них получилось отменить какие-то, ну, такие формальности, внешние законы, но обрезание, например, вернулось очень быстро. То есть во всех реформистских общинах есть обрезание, несмотря на то, что лидеры реформизма о это говорили. Потом, так или иначе, вернулся кашрут, в формах которых они для себя признали приемлемыми, но это стало все более и более жестко. У них очень интересно появляются суррогаты того, что есть в традиционных общинах. То есть им иногда кажется самим, что что-то нужно сделать, вот как у других, но у нас вроде так не принято, но нужно сделать. Значит, миквы нету, да, ритуального омовения, но при этом любая проточная вода воспринимается как миква, поэтому если на берду, что это миква. Да, и вот много таких очень интересных, постоянных размышлений на тему реформистской галахи, да, как соотносить себя с традиционными евреями, потому что постепенно все-таки вот этот престиж реформистской галахи, который был в Германии в 19 веке, да, и в Центральной Европе здесь, и в России, даже сейчас в Америке постепенно сходит на нет. В Америке был просто большой расцвет, и сейчас все больше и больше места уделяется консерваторам, которые приняли многие вещи из реформистского дизма, но при этом сохранили очень многие вещи традиционного. У них есть женщины-раввины, у консерваторов, у них есть возможность что-то съесть в гостях такое условно-кошерное, но потом они возвращаются домой и в полном объеме соблюдают традицию, перенося в дом, домистифицируя всю религиозную жизнь для себя, да, то есть дома все строго правильно, на улице, как все, да, вот у реформистов приходится все время им находить этот баланс, и он от них часто требует измены каким-то вот своим представлениям, потому что они не сформулированы, они довольно варьируются, больше того варьируются от общины к общине, где-то принято так, так делают, это можно буквально года два или три, то есть это очень глубокий уровень ухода в традицию, но он уже тем не менее есть, вот, и многие эти общины молодые, они на глазах складываются, и складываются они в основном в интернете, это вот такая вот возможность проследить онлайн, как это все происходило, причем они документировали свои встречи и раньше, и по пантемии, да, у них есть онлайн-трансляции субботних служб, онлайн-трансляции праздничных служб, вот, и это очень любопытно и очень интересно вот в таком вот разрезе посмотреть. Так, есть там еще какие-то у нас вопросы? Да, у Равина Мендельсона ни один из внуков не был евреем, больше того, сам он как раз был против реформистов, он говорил, что традиции нужно придерживаться и от него отходить не стоит. Действительно самая такая большая печаль и проблема это уход вообще из аудаизма, да, то есть вот когда расшатаны все эти копейчики, то очень легко и просто вынуть последний и уйти, да, то есть вот это действительно часто происходило с евреями эмансипированными, с евреями просвещенными, евреями, которые получили светское образование в европейских университетах и каким-то образом встраивались в культурную и государственную жизнь других народов. Но это все, конечно, условно сильно это все изменилось в 20 веке. Вот, но реформистский иудаизм действительно выжил и продолжает привлекать очень много, особенно молодежь, при этом он сам направлен во многом на молодежные лагеря, организации, НЕЦАР, там все эти специальные такие структуры, они очень много сил в это вкладывают, действительно это работает. Так, и взаимоотношения между реформистами и консерваторами. Ну, в Америке этот вопрос актуален, да, в Америке консерваторов значительно больше и консерваторы упрекают реформистов, в том, что они слишком свободны, что они забыли там, рыбы неужели нельзя есть свинные косточки, хрящики, как же нельзя, неужели нельзя? Да, то есть как бы это такой вот постоянный мем анекдотов и всего остального, того, что реформистский иудаизм настолько вот свободен в своих границах, что они уходят от базовых принципов. Любопытно, что сами реформистские раввины называли основными, вот что они считали главным содержательным моментом, вот то, на чем стоит их иудаизм, это тоже очень интересно. Это два принципа, это говорили Гайгер и многие другие. Это монотеизм, то есть все-таки монотеизм такой вот важный основной критерий. И мораль, сколько угодно широко понимаемо. Вот моральные заповеди Бейн Адам, Ле Адам между человеком и человеком нужно соблюдать, а все, что написано даже в Талмуде про это мы соблюдаем, а вот Бейн Адам Ле Хаверо между человеком и его другом, взаимоотношения, социальные взаимоотношения между людьми. То, что было не важно, мы видим, что они все время говорят, что нужно соответствовать ожиданиям окружающих, нужно быть как бы с ними вместе, чтобы если нам что-то мешает, мы это убираем и продолжаем с ними быть вместе. Но при этом взаимоотношение между человеком и Богом, это уже более такое свободное отношение для реформистов. То есть здесь они сами определяют, что и как. Но вот любопытно, что такое ограничение сужения основы основ до двух принципов все равно удержало реформистов как некое течение, несмотря на непризнавание многими их как отдельного иудаизма. Все-таки это одна из трех таких базовых ветвей иудаизма, если мы будем говорить о того и возьмем, в целом как о течении. Она и многочисленная, она и в разных городах и странах присутствующей, и такая вполне себе сознающая себя как движение. Но единственное, что оно тоже неоднородное. И вот у них есть внутри это движение, как я уже говорила, и более либеральные и менее либеральные общины, которые постепенно иногда переходят из одной группы. Люди переходят из одной общины в другую, часто уходят наоборот в ультрахоредимные общины, потому что им кажется, что это все невозможная игра с традицией, непонятно где кончается условие и как вообще в это играть. То есть по-разному. Или наоборот люди, которые замучились традицией с соблюдением бесконечных, каких-то очень мелких подробностей. Говорят, что все, они устали, они хотят воздуха, свободы, они идут к местам и ищут у них этого. То есть вот это такие постоянно присутствующие в религиозных общинах чаши весов. Равины на территориях местные, да. Значит, равины на территории Москвы. Ну, я думаю, вы знаете, это Леонид Умбат и Александр Лосковой, это местные. Равины, которые учились в Берлине, в Потсданском колледже, и получили там смеху, религиозный самый авторитет. Да, значит, каковы отношения реформистов с Израилем? Значит, с Израилем так. Они, с одной стороны, против вот этого религиозного сионизма, да, против прихода Мессии и ожидания его там и так далее. То, с чем поехали в Израиль большая часть евреев традиционных, евреев восточной Европы, евреев пашкеназов, да, которые хотели жить на святой земле. Но, тем не менее, в Израиле очень важный реформистский центр, пробившийся туда тоже неправда. Мы сначала его очень долго не хотели принимать, но теперь вот, собственно, весь этот Всемирный Совет там находится и вообще. И в Израиле, конечно, очень большое, сильное реформистское движение, которое поддерживает вот эти вот общины диаспоры, поддерживает традиционные общины в местах бывшего СНГ и так далее. Процент, удельный вес, количество исповедующих, ну вот были подсчеты, что их было тысяча миллион семьсот на самый большой рассвет на середину двадцатого века. Это примерно, если всего евреев в мире двенадцать миллионов было примерно, то это вот такая одна двенадцатая, одна шестая. Не знаю даже, как сказать, я не очень хорошо считаю статистику. Вот все меняется сейчас, не знаю, может быть, и больше. Какие отношения с ортодоксальными? Ну вот, странные. И да, тоже ортодоксы не признают. Да, вот самая большая проблема – это ги-юр, да. Реформисты легче и быстрее дают сертификат ги-юра, чем ортодоксы. У ортодоксов, чтобы получить ги-юр, ги-юр – это принятие иудаизма, фразилитизма, да. Ортодоксальный иудаизм не очень приветствует ги-юр вообще. Он не за то, чтобы вот всем это направо на лево раздавать. Это длинная процедура, иногда занимающая несколько лет, три года, год, не меньше. Да, когда человек ходит слушать проповеди, там, уроки, как себя вести правильному еврею, становится очень-очень правоверным, да, все-все вот это узнает и слушает. Если он мужчина, ему нужно пройти еще обрезание, если он женщина, ему нужно просто окунуться в никву. Вот, и на этом, как бы, завершается такая длинная процедура подготовки ги-юр. У реформистов тоже есть процедура подготовки, тоже есть чтение текстов, тоже есть обрезание, тоже есть миква, но, вернее, не миква, а такое вот, как бы, принятие, слушание, такой рабинский суд, который принимает или не принимает человека в ряды евреев, но дело в том, что в Израиле, например, реформистский ги-юр не признается. Да, то есть, вот, они как бы могут его пройти, они могут ходить в общину, они могут себя считать евреями, но, например, вот просто формально, чисто приезжая в Израиль, они понимают, что их не признает еврейская община Израиля ни в коем образом. Я, еврейская община Израиля, не еврей. В каких странах СНГ есть центры реформистского лудаизма? Честно говоря, кроме Украины и Белоруссии, я не знаю. Я подозреваю, что много где есть, потому что это сейчас очень-очень популярно. Я никогда специально реформистским лудаизмом, к сожалению, не занималась, и просто в связи с тем, что мы вот в рамках этой темы подошли к такому открытому направлению лудаизма, что, казалось бы, его легко и интересно изучать, мы взяли его в качестве примера. Я не могу вам с такой подробностью и точностью сказать, где еще, но я думаю, что это легко находится в том же интернете. Может быть, нам как раз Мария Шишигина расскажет, которая занималась реформистами более серьезно и написала несколько статей. Маша, у вас есть что-то добавить? Сейчас, если что, каждый участник может включить свой звук и озвучить свой вопрос или комментарий. Мария, да, я здесь, меня слышно, да? Да, спасибо. Ага, ну я, в принципе, помогу на вопросы, да, вот если есть какие-то вопросы, я могу ответить, я могу рассказать немного о том, чем я занималась. Давайте. Мне, да, конечно, очень интересна школа, которая у нас сейчас проходит. Так как я изучала общину Лидор-Вадор, ну вот в оффлайне, да, и тоже активно пытаюсь следить за тем, что сейчас происходит у нас онлайн, вот, и мне тоже кажется, я, в принципе, с вами согласна, так сейчас я попытаюсь видео подключить, что, в принципе, вот этот переход, да, в онлайн, он здесь произошел, ну, как сказать, относительно легко, да, и как раз таки... Сейчас, секундочку. Да, мне видно, да? Да. Ага, да, то есть вот было бы, конечно, интересно проследить это все. Я думаю, что мы это сделаем. И я собираюсь тоже, естественно, написать статью по этому поводу. Я уже собирала материал о том, ну, о самом отношении вообще еще до пандемии, да, о самом отношении к медиа, то есть вот к digital, да, как мы к этому относимся. И явно сейчас видно, что прогрессивный иудаизм в эпоху пандемии так себя, ну, можно сказать, что комфортно почувствовал. И интересно было бы проследить все-таки, да, вот эта гипотеза, что он себя так хорошо почувствовал, она подтвердилась, да, или не подтвердилась. Вот, по поводу, вот вопрос был там по поводу, значит, Израиля, да, то есть отношения с Израилем. Да, могу еще добавить, что у меня в интервью информанты и тоже раввины общины говорили о том, что мы к Израилю относимся с сочувствием, да, то есть мы, но действительно, как и вот тоже уже Мария сказала, мы не сионистское движение. Да, то есть если цели такой, чтобы перевести там всех евреев Москвы в Израиль, как бы нет, но в любом случае, ну, мне кажется, я тоже даже знаю случаи, когда люди, вот по поводу Геора, да, когда люди все-таки о нееврейского происхождения, чем еще эти общины интересны, да, тем, что человек нееврейского происхождения может прийти в общину. Ну, и стать, как бы, полноценной членом общины. Ну, и насколько я знаю, что все-таки многие, ну, некоторые, да, тоже это используют, как такой способ переезда, ну, да, в Израиль, да. Спасибо. Вот. Если там еще какие-то вопросы есть. Вопросы были, какие еще в СНГ есть в Центре реформистского лудаизма, не знаете? Ну, я вот занималась пока только Москвой, России, чтобы СНГ, по-моему, и мне кажется, что, что там у нас... Ну, честно, да, я сейчас не буду, как бы, врать, я тоже не интересовалась, только пока что у меня только вот Россия, Москва, Петербург. Спасибо. Есть ли у нас еще какие-то вопросы? Ну, у меня есть даже не вопрос, наверное, просто какая-то такая, то, что мне пришло в голову. В Варшаве, например, есть две реформистские общины, они почему-то совершенно по-разному воспринимаются, это ужасно интересно. Вот я наблюдала за общиной Бейт-Польша, она уже давно в Варшаве работает, там был американский раввин долгое время, и вот она воспринимается как раз такое место, где можно безболезненно и быстро пройти Геюр, и это как бы такие ненастоящие евреи, которые плодятся в Варшаве. А с другой стороны, есть община реформистская, там раввин из Питера, Стас Ватихович, по-моему, у него фамилия, и они отделились от ортодоксальной главной общины, от синагоги ножиков, и как бы они воспринимаются как просто такая молодежная часть, ну, вот как современный иудаизм. И это интересно, что как бы эта дверь формистские общины, к которым вот абсолютно разные отношения, у них абсолютно разная репутация. То есть если Стаса приглашают, например, на всякие официальные мероприятия, как раввина, то вот эту вот общину Бейт, они как бы такие маргиналы, и туда ходят поляки, которые хотят стать евреями, причем я наблюдала и ходила с ними как раз на этот курс, где их учили быть евреями, и между собой там другие евреи называли этот курс курсом хорошего еврея. Вот, в общем, это было немножко такое странное мероприятие, вот, ну, да, в общем, это интересно, что как бы по-разному воспринимается. Ну, да, да, кстати, да, то это по-разному очень воспринимается. У меня вообще в этом плане есть очень смешной такой кейс. Я изучала иудейскую общину еще в Перми, и там тоже, ну, после распада СССР начало возрождаться еврейское движение, и, значит, я захожу на сайт, и написано, то есть перечислены юридические организации, которые зарегистрированы, и все это находится в одной синагоге, и зарегистрированы были как, в общем, они зарегистрировали там все движения, и в том числе прогрессивный иудаизм. Я даже к ним прихожу, спрашиваю, ну, а как бы вы же вроде как не прогрессивный иудаизм, да, у нас здесь другие ветви, в ортодоксальном плане все здесь соблюдается. Они говорят, ну, мы, как если можно, то мы записали сюда тоже и прогрессивный иудаизм, то есть некоторые евреи, да, ну, как бы вопрос идентичности, конечно, но многие, интересно было наблюдать, как некоторые, как сказать, члены общины даже сами не понимают, какой иудаизм они соблюдают, да, то есть какое течение. Ну, это, наверное, как бы не везде так, но все-таки тоже было вот интересно, что вроде, получается, должна быть община, да, там она прогрессивная. Туда приходишь, а в итоге получается, что они просто это записали, вот, как-то так сами особо, даже не выдаваясь в подробности о том, какая они община. Спасибо. Какое течение. Тут вот был вопрос, где еще в России. В России есть несколько мест, и как раз вот студенты этого самого Дор-Вадор, они ездят проводить песохи общинные в Липецк, там еще в разные города, и в Саратов, и в Самару, и много где еще. Действительно, вот как молодежная организация, реформерское движение распространяется по России довольно активно через студентов во многом, но не только. Вот, они учат там проводить седеры, показывают какие-то праздники, то есть у нас в университете, как какой-нибудь еврейский праздник, там, Суккот или Песох или Ханук, и так студентов нету, потому что они все разъехались, значит, и сама работают. Вот, это такой вот действительно тоже немножечко миссионерский порыв. И да, действительно, очень важно то, что сказала Мария Шишигина, что приходит много неевреев или смешанных евреев, или евреев полукровок. Практически это единственная община еврейская, которая готова их принимать. Потому что в любой другой, например, в арте социальной им предстоит приходить в Биюр, и там не очень на это смотрят позитивно, это трудно и сложно. В Хабаде, где в многих городах России, где очень много евреев, там находятся и хабадские общины, и туда не берут смешанные семьи. Там они уже к нам, когда мы приезжали, например, в экспедицию, они к нам приходили, ему что-нибудь скажите. Там, ну, он же не инноват, что у него там только дедушка еврей, он так хочет, ему так интересно. Ну, что же этот вот Рэбб, он не берет его и все, вот прям ни в какое. Ну, как не просите там. Да, то есть вот эта глагическая проблема, которая для советских евреев и постсоветских евреев важна, она решена только в одной общине, поэтому они так популярны в последнее время. И действительно, они набирают, причем они набирают не только молодежь на самом деле. И есть видеозаписи, если вы посмотрите, как они отмечают праздники в лесах и так далее. Там много пожилых людей, которые выбирают эту общину, как наиболее для себя. То есть, с одной стороны, связанную с еврейской традицией, с другой стороны, не лезущие в печенки, не спрашивающие, где там документы. Да, Маша, сюда еще можно добавить про отношение к однополым бракам. То есть, про вход неевреев и вот про отношение к однополым бракам, да, то есть, тоже, мне кажется, можно добавить сюда. Ну, это сложности некоторые, они сохраняются, но да, они как бы как наиболее либеральные, наиболее прогрессивные евреи, да, признают этот вопрос. Но, тем не менее, как вы знаете, что однополая свадьба в Москве привела к уходу реформистской родины. Да, да, и смене, в общем-то, всей традиционной части, практически смене реформистского иудаизма одного вида на другой. Да, здесь, получается, по странам очень сильно, да, разница, то есть, в России здесь... Российская, да, несмотря на то, что в целом, иудаизм должен был бы реформистский, поэтому быть открыт, и так происходит в Израиле, и так происходит в Америке, но вот не произошло в России. У меня есть еще одна реплика, если можно. Вот, я по своим наблюдениям, по своим исследованиям видела, что если нет реформистской общины, то, в общем-то, вот те евреи, которые пытаются как-то найти себя в иудаизме, но при этом не хотят идти к ортодоксам, или их туда не берут, потому что они не галактические евреи, они идут, например, еще к мессианским евреям. То есть, это вот в Москве, по-моему, достаточно популярно, и в Израиле тоже. Или, если нет вообще никого, то они тогда идут просто к протестантам, скажем, к каким-нибудь баптистам, пятидесятникам и так далее. В общем, это работает, как я разговаривала с Саровинов в Биробиджане, который вот такие общины называл громоотводом, и, по-моему, даже ортодоксу счастливы, что что-то такое есть, потому что это отсекает тех, кому они вынуждены отказывать. Негалхических евреев. Очень похоже, в Террасполе тоже было. И евреи за Иисуса, они как бы принимали себя всех, которые принимали все остальные. И это прям действительно, да, очень похоже. И меняется отношение ортодоксальных людей к технике, к смартфонам и прочим. Но вот для реформистских раввиновых это не было проблемой. То есть у них никогда не было запрета на смартфон, у них, наоборот, активное, так вот, вопрос в чате, да, активное принятие новых технологий, попытки как-то с ними разобраться, использовать их, да. И одними из первых они стали проводить службу с включенным ноутбуком. И там три человека, которые ведут службу, да, и все остальное, это эти самые телефоны. То есть это такой важный момент. Виктория Валентиновна, да, я вижу, вы хотите что-то сказать, очень рада. Я хочу, если можно, привести один кейс. Такой любопытный, мне кажется. Приехал в Москву мой приятель, который долго уже живет в эмиграции в Канаде. И он меня спросил, надо было там читать, и скоро был какой-то из праздников. Он говорит, какую синагогу ты мне посоветуешь? Куда пойти? Я говорю, ну, знаешь, за время твоего вот отсутствия в Москве построена синагога на Поклонной горе. Очень интересная архитектура, израильские архитекторы. В общем, тебе будет любопытно. Пойди туда. Он пришел, к нему сразу подбежал тот служка, сказал, ой, как приятно видеть новое лицо, присоединяйтесь. Только учтите, мы здесь до двух, а в два часа придут фашисты. Значит, мой канадский приятель весь затрясся. Он решил, что это какое-то общество память там. Ну, вообще, но он испугался, он же из края непуганных птиц. Он говорит, какие фашисты. А эта служка говорит, ну, реформисты. Мы с ними делим пополам. Вот представляете отношения? На Поклонной горе в этой синагоге. Да, они делят действительно это помещение в Москве, и там проходит богослужение реформистов. Хотя у них есть и свое вот этот институт современного лудаизма место, но и вот иногда... Где, вот на Аргуновской? Да, там проходят основные службы, постоянные, но какие-то праздничные, да, иногда проходят на Поклонной. Ну вот. Да, отношения вот такие, правда, да. Так, еще я вижу вопрос. Германии похоже, да. Ну, действительно, это такая универсальная, на самом деле, практика. Я думаю, что в любой религиозной традиции вы можете найти похожие движения, да. Это такое вот движение, которое... Только любопытно, что с реформизмом не случилось, как это случилось с хасидизмом, такого затвердевания, потому что хасидизм тоже возник, как такой прорыв, новые отношения, да, мы будем по-другому соблюдать, мы будем по-другому молиться, мы будем свистеть вместо изучения Талмуда, да, мы будем всей душой, всем сердцем. И потом вас через несколько... Даже меньше, чем за столетие, все это оформилось в такие жесткие рамки и тоже снова ни шагу назад, в разные стороны, да, все очень-очень четко было формализовано и все поведение было регламентировано. Репармисты, они как бы все время борются с таким застыванием и все время открыты действительно новому. Поэтому, возможно, в пандемии они так среагировали. Вот это, конечно, интересно было бы проверить. И я надеюсь, что наша школа, она к этому будет способствовать. Я была на службе, это была Симхат Тара, в консервативной синагоге в Нью-Йорке. И, конечно, что меня сразу потрясло, это что все сидели в основном зале, мужчины и женщины вместе. Да, это нормально для них, да, совершенно. И у реформистов также. Конечно, я вот говорила, что они... Да, да, да. Сидят все вместе. Да, значит, на как бы сцене стоял рояль, за ним сидел пианист и играл, и пел. И все пели тоже. Да, все так и хорошо. И женщина может выходить, считать свиток Торы. Да. Женщина вызывает свиток Торы, конечно, и может быть Равина. Да. Ну, если она может быть Равином, то уж, конечно. У нас же чем-то таким была Нелли Шульман, правда? Вот она и была реформистой Моравиной. Ну, уже не, собственно, и нет здесь физически. Был Зюня Коган. Зюня Коган. Да. Да, женщины сидят в кипах. Я ходила на Двар Тару, на Никитскую. Ее вела тогда Евгения Марковна Альбац. Она сидела в кипе и в Талесе. Угу. Это нормально, да. Консерваторы, кстати, тоже ходят в кипе и в Талесе, тоже вызываются к Торе, но не бывают Равинами, насколько я себе представляю. По крайней мере, в ГТС, в еврейско-теологическом семинарии, там главные семинарии консервативного иудаизма. Мы просто, когда жили там, учились вместе, то вот мы видели этих самых Равинш в таких больших шортах. Она стоит с Торой, читает, и как бы считается, что это нормально. И с кипой. Вот это был консервативный еще иудаизм. Что там было с реформистами в тот момент, не понятно. Они, знаете, количественно, ну вот в Америке, например, больше консервативных все-таки, правда, чем реформированные? В общине Шар-эш-Шалом Алла Метельман, на мой взгляд, как раз и есть, выполняющая функцию Равина, да, человек, который произносит проповеди, который всех собирает и так далее. Консервативная община за пределами США, есть попытки сделать их в Израиле, тоже они не очень активные, но есть там представительства, нет, в целом это такой локальный метр. И вообще американское еврейство, на мой взгляд, это отдельная тема для изучения, безумно интересная, пересекаются все вот эти вот наши измы, да, консерватизм, реформизм и так далее, вот, и что-то свое совершенно другое получается, и тоже с длинной историей, в общем, это такая тема, прям отдельного изучения. Консервативная община довольно активна в Украине последние годы. Да, ну. Да, да, да. А реформистская там есть? А реформистская тоже есть, да. Да, 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 вот. Но у них как раз консерваторы, по-моему, сейчас даже более активные, более, это самое... Ну вот, к сожалению, не знаю этого. Спасибо. Маша, а можно я еще пару слов добавлю и чуть-чуть, может быть, даже поправлю по поводу Израиля? Давай, а можно, чтобы тебе было видно не только очки? Вот так лучше? Да. Вот, значит, есть несколько вещей. То есть, с точки зрения государства Израиль, любой гиюр, пройденный в любой еврейской общине за пределами Израиля, он признается 100%, в том числе реформистский. То есть, люди, прошедшие реформистский иудаизм за границей, с точки зрения государства Израиль, соответствуют закону о возвращении и приезжают. Значит, второй момент, статус, значит, довольно долгое время людям, прошедшим реформистский гиюр, не давало государства статуса евреев, но потом, значит, произошел как раз с одной моей знакомой, собственно, кейс юридический, который привел к тому, что да, дают. Вот. И, наконец, вот то, что ты сказала по поводу того, что, значит, человек, прошедший реформистский гиюр, приезжает в Израиль, и здесь его общины не принимают. Это тоже не совсем так и не везде так. То есть, реформисты, понятно, что принимают его без проблем, харидим, понятно, что его не примут ни при каких обстоятельствах, но, впрочем, и не только его. А вот что касается, например, религиозного сионизма, например, в нашу синагогу, если придет человек и скажет, что он еврей, никто никогда в жизни, естественно, не будет проверять, какой он еврей, почему он еврей, и никаких проблем с ним не будет. Но если... Я имел в виду харидим, да. Да, да, но если он отправится в главный равенат, там, ставить хупу и так далее, то тут уже понятно, что бумажки у него потребуют. Их они уже не удовлетворят. Вот, но, в принципе, тут, как бы, в общем, довольно много изменений в последнее время происходит. Да, кстати, есть, опять же, и вполне себе ортодоксальные общины, в которых женщины постепенно добиваются и право... Ну, то есть, по-моему, собственно, уже и есть случаи, где женщин, в общем, и к таре вызывают. То есть, понятно, что это все очень-очень медленно и с большими, так сказать, сложностями, но, в общем, продвигаются. В ортодоксальных общинах еще очень трудно проходит батмитсва, который прямо один из главных праздников в реформистском мудаизме, да. Вот такой обряд перехода, да, типа батмитсва для мальчиков, да. Батмитсва в ортодоксальных общинах с большим трудом и скрипом проходит, хотя уже тоже больше ста лет едет на обычае. Вот, а у реформистов, наоборот, это прямо такая же церемония со всеми почестями и так далее, чтением. Ну, в фаридимных этого, скорее, просто нету, а в религиозно-сионистских, в общем, слыша рядом. Ну, вот это вот начало какого-то проникновения этого либерального движения в религиозно-сионистских направлениях. Это особый интерес, конечно, тоже. Равно как в Америке свой мир, в Израиле свой мир религиозных отношений, разной тоже степени, шкалы и градации, где они как находятся, но там это все резче, конечно. Ну, да, ну, то есть как бы то, что называется модерн ортодокс и в Штатах, и в Израиле, то есть оно действительно все больше и больше либерализуется, не отказываясь при этом от Аллахи. То есть их понятно, что часто обвиняют в том, что там они реформисты и так далее, но это на самом деле не вполне корректно. А реформисты, конечно, пытаются очень обратно, чтобы их признали, что они и Глоху тоже, но хоть не так, всяк, у них свое, ну и так далее. Да, что-то был еще какой-то вопрос? Да, у меня был такой вопрос. Не знаю, насколько верно такое мнение, но, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что вот в постсоветский период советские евреи, которые отошли от традиции и которые стали возвращаться, несмотря на простоту реформизма, пришли наоборот к ортодоксии и к Хабаду. Так ли это вообще? И если да, то почему? Ну, на первых порах Хабад был активней, на первых порах 90-е годы Хабад был практически в любом городе, где вообще были евреи, это было мощным движением. Просто первое, с чем сталкивались люди с религиозным возрождением, это Хабад. Они активно занимались такой тоже миссионерской деятельностью. Реформисты появились чуть позже во всех вот в этих городах, особенно не в крупных центрах. Мне кажется, с этим это может быть связано. И сейчас я, наоборот, наблюдаю обратную тенденцию. Мне кажется, что сейчас больше идет к реформистам людей. Ну, может, просто я их ближе вижу, не знаю. Ну, раввины, кстати, в московской общине тоже говорили, что много сейчас приходит людей такого среднего возраста. Вот там 40-50. Мол, они... То есть непонятно, да? То есть здесь сложно, наверное, выделить статистически как-то. Но... То есть приход именно такого среднего. Семьи, те люди, у которых уже есть семья, да, тоже приходят. Ну, вот как бы я бы так ответила на эти вопросы. И это, да, наблюдение верное. Ну, хорошо, коллеги. Спасибо вам большое за вопросы. Спасибо, Маша. Я желаю вам хорошей школы, плодотворных поисков. И очень буду рада посмотреть, что вы найдете. Вот. Если будут какие-то вопросы, я буду всегда рада ответить. Вот. Всего доброго. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.